Да, спасибо, что пришли, но начну я с неожиданного вопроса, очень неожиданного, готовы? Вы заметили, что на этой неделе, в общем, прошли выборы в Координационный Совет Беларуси? Это реально неожиданный вопрос для меня. Я, конечно, отслеживаю все, но все-таки немножко больше отслеживаю то, что происходит внутри войны Украины-России, чем то, что происходит в диссидентских движениях, ну или в оппозиционных движениях Беларуси и России. Оно как-то существенно повлияет на качество координационной работы в оппозиции Беларуси? Это я хотел у вас спросить, насколько вы, так сказать, готовы к диалогу с Координационным Советом? Да мы всегда готовы к диалогу, давайте объективно. Есть у меня свое видение того, что такое оппозиция и российская, и белорусская. Те, которые четко понимают, что война является несправедливой, в этой войне Россия должна проиграть. И в том числе и союзник России, официальный Минск, должны проиграть. Ну и соответствующе дальше будут развиваться события в этих странах революционным образом. Ну они, конечно, заслуживают на диалог, на право ведения диалога. Имеется в виду не только с Украиной, но и с другими странами, потому что объективно смотрят на тот исторический период, в котором находятся. Есть другие типы оппозиции, которые занимаются оппозиционной деятельностью ради, собственно, самого процесса, не ради получения конкретного результата. Ну к ним можно относиться с определенным, как это, удовольствием смотреть на бесполезное хождение по кругу, не более того. На выборах в Координационный Совет победу своим блоком одержал Павел Латушка. Вы знаете этого человека, это та оппозиция, с которой можно иметь? Безусловно, господин Латушка, на мой взгляд, эффективен с точки зрения работы по определенным направлениям, которыми он занимается. В данном случае он фиксировал, большую работу провел расследовательскую, фиксировал те факты, скажем так, транзита похищенных украинских детей через территорию Беларусь, через так называемые союзные органы, да, органы союзного государства Беларусь-Россия. И достаточно объемно это расследование выглядело, и, на мой взгляд, оно немаловажную роль играет в объяснении типа войны, которую ведет Россия против Украины для наших, скажем так, западных партнеров. Потому что вот этот гуманитарный контекст очень важен. То есть имеется в виду, что Россия не просто наносит удары по военным объектам, не просто реализует какие-то военные задачи, нет. На самом деле Россия здесь ведет геноцидную войну, в том числе связанную с депортацией больших масс населения, и в том числе с похищением детей. И вот господин Латушка, на мой взгляд, крайне актуальной темой занимается, и выглядит это неплохо в его исполнении. Ну и кроме того, безусловно, он очень точно и хорошо расставляет акценты в отношении природы войны как таковой, и того ущерба, который эта война оказывает на субъектность и суверенитет самой Беларуси. Ну то есть, грубо говоря, слишком большая зависимость Лукашенко от ресурсности Российской Федерации, слишком большая зависимость от тех решений внешнеполитических, которые принимает путинское окружение, оно приводит к окончательному размытию суверенитета Беларуси как такового. И Латушка настаивает на том, что, конечно, в таком виде Беларусь это уже не суверенное государство. На мой взгляд, это требует хорошего осмысления. Вот здесь я с ним полностью солидарен. Вы вспомнили о гуманитарной стороне еще этой войны, да, исключительно гуманитарной, депортация детей. И тут я думаю, что просто можно было бы напомнить нашим зрителям, что ордер на арест Путина международным уголовным судом был выдан именно по причине депортации украинских детей. То есть не потому, что Путин военный преступник, а он военный преступник, потому что он делал вот это, это и это. И речь идет именно о... Ну, давайте чуть-чуть более здесь. Вы абсолютно правы. Ордер конкретно по Львову и Белову это полномочный по делам детей. Для меня это, конечно, звучит странно. В России есть какие-то по правам детей. И Путин получили ордера, но на самом деле, смотрите, на мой взгляд, он является автором войны как таковой. А это конкретный спецтрибунал, это тот трибунал, по которому, например, проходил Милошевич. Это трибунал по самому факту агрессии. То есть объявление войны это факт агрессии, преступление агрессии, называется международным праве. И тут, безусловно, пожизненный срок Путин уже себе гарантированно получил. И весь Совет безопасности России, который принимал решение 22 февраля за два дня до начала полномасштабного вторжения. То есть это состав преступления доказанный, он не требует дополнительных расследований. Дальше есть уже конкретно то, о чем вы говорите, военные преступления, аранжируемые в зависимости от того, кто какие приказы на каком уровне отдавал и так далее. Есть исполнители военных преступлений, это конкретные сроки уже, собственно, тем солдатам, которые непосредственно насиловали, убивали. Ну, то, что мы увидели. Есть, например, такие субъекты, напомню вам, как Кириенко, это замглавы администрации президента, это есть автор геноцидного типа поведения органов оккупационной власти на оккупированных территориях. Ну, то есть, грубо говоря, вот они там сгоняют людей в подвалы, проводят там фильтрацию определенную, часть людей сразу депортируется на территорию России, часть просто исчезает. Это сценарист такой. Да, это сценарист, просто нужно не забывать, и есть, конечно же, уже конкретные преступления, не военные, а преступления против человечности, и вот в данном случае похищение детей. У нас только в Украине полностью отработано более 20 тысяч уголовных дел фактовых, где есть уже доказательства, где есть заявления родных и близких, 20 тысяч имеется в виду, это фамилии детей, которые полностью точно установлено, что они похищены, исчезли на территории Российской Федерации и так далее. Это большой объем гуманитарных дел, имеется в виду преступлений против человечности, и вот там субъект по фамилии Путин, конечно же, один из главных героев. Ну, субъект по фамилии Лукашенко тоже один из главных героев, как выясняется, и как раз Латушка это и доказывает, да, он говорит, у нас уже три папки этих доказательств. Что ж тянет-то господин Хан, что не так, как вам кажется, почему не привлекает себя до сих пор к ответственности? Ну, на мой взгляд, глобальные элиты стоят, как всегда, перед определенной дилеммой, они прекрасно понимают, что Лукашенко не является автором всего этого, а просто является беззубым исполнителем, да, ну, который активно, конечно же, свою роль выполняет, но тем не менее, он, еще раз подчеркиваю, не автор. То есть, если вы расследуете какое-то преступление, где есть умысел, а, несомненно, есть умысел на геноцидный компонент в этой войне, то, соответственно, нужно сначала брать, безусловно, таких, как Путина, потом уже тот же Лукашенко будет сначала идти как свидетель, в данном случае имеется в виду транзитивное похищение детей через территорию Беларуси, а потом уже будет там, соответственно, переквалифицироваться его участие. Но Лукашенко не воспринимают как субъект. Ну, давайте уже объективно смотреть, это вам кажется, что этот человек какую-то роль играет, на что-то влияет, это абсолютно невлиятельный персонаж, он никакой роли, кроме вип-пропаганды, не исполняет сегодня, он не является политиком. И от этого он как бы, и это позволяет ему избежать ответственности, это как солдат вермахта, который, или насильник из Бучи, он тоже не автор? Нет, 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 смотрите, еще раз, мы сейчас с вами говорим о другом, это не позволит Лукашенко, безусловно, избежать ответственности, кроме того, за ним есть другая ответственность в большом объеме, это все, что касается, например, событий, вы помните, лета, осени 2020 года, все, что касается событий других избирательных компаний, там, и 2006, и 2010 год, и все, что происходило с людьми, похищенные, исчезнувшие, вы прекрасно помните, и дело Гончара, и дело Захаренко, и так далее, и тому подобное. Но я думаю, что и эскадроны смерти, и все это прекрасно будет ложиться в уголовное большое массовое дело. Я имею в виду в данном случае, когда мы с вами говорим о том, что первично для западной элиты преступником, безусловным является Путин. Просто другой вопрос, как реализовать концепцию правосудия по отношению к Путину, пока Россия не проиграла войну. И, соответственно, как только Россия, например, проигрывает войну, то понятно, что все люди такого типа, как Лукашенко, который сами по себе не является субъектами внутри этой войны, а исполнителями внутри войны, ну, как вот то, что вы говорите, там, например, насильник в буче, то, соответственно, они потом идут уже по своим уголовным делам, и они будут получать свои сроки и так далее. Но первично сейчас, на мой взгляд, для глобального, еще раз, политического пространства важно, что делать с Россией. И вот этот перелом для нас ключевым является. Смотрите, вот на сегодняшний день мы видим диалоги, ну, или дискуссии, скажем, шире, которые по каким вопросам идут. Те, которые еще год назад даже представить себе нельзя было. Первое, это возможность нанесения ударов по территории России конвенциональным оружием. Это одна из ключевых дискуссий сегодня, я думаю, она будет позитивно для Украины решена, но она четко говорит об изменении настроений в глобальном политическом классе. Второе, это защита, пассивная защита неба над Украиной, да, ну, то есть, когда уже западная там система ПРО, западная, имеется в виду, которыми располагают страны НАТО, приграничные с Украиной, прежде всего, например, Польша та же, сбивают российские ракеты НАТО с территории Украины, ну, то есть в суверенном воздушном пространстве Украины. Третья составляющая, это иностранные легионы. Вы себе представляете, еще вчера говорить о том, что иностранный легион, да, пусть он будет там, выполнять тыловую миссию, ну, организацию, организационную миссию, инженерную или там, тренинговую миссию, но тем не менее, иностранный легион, страны НАТО, они это на полном серьезе обсуждают. Ну и, наконец, на мой взгляд, наиболее продуктивная дискуссия, которая могла бы уже иметь позитивное решение, это, бессловно, использование денег, замороженных денег России для оплаты контр-войны. То есть Россия должна здесь и сейчас платить, что было бы показательно для других потенциальных стран, для таких, как Беларусь, в том числе, что если ты принимаешь участие в какой-то, скажем так, незаконной войне, она международным правом интерпретируется как абсолютно незаконная, не спровоцированная война и так далее, то ты будешь за это платить здесь и сейчас, не зарабатывать на ней, как вот Беларусь немного сейчас зарабатывает, официальный Минск получает или иные дивиденды от России для того, чтобы продолжать играть свою роль, такого, знаете, мы тут вас тоже попугаем немножко, да, мы тут дадим свою территорию для проведения там каких-то тренинговых миссий российских, мы тут попугаем еще вас пропагандой своей, мы тут еще ядерное оружие у себя, тактические боеголовки разместим и так далее. То есть вот это все показывает, что необратимость уже есть, но она еще медленно реализовывается. И поэтому, смотрите, вот как только все это будет реализовано и все-таки Россия будет полностью обескровлена в этой войне, ну то есть проиграет, там, тактические поражения, потом определенные события в самой России, то, безусловно, все, что касается Лукашенко, будет выглядеть совершенно иначе. Еще раз, он не субъектен для глобального политического процесса, но вы правы, он субъектен с точки зрения совершения конкретных преступлений внутри незаконной войны. Ну и не только внутри, да, и там, ну в общем, ладно, понятно, о чем идет речь. Тактически пока что это нецелесообразно, ну просто, и может быть даже и бессмысленно. Если я вас правильно понял, тактически. Это не то, что тактически или не тактически. То есть вы четко, смотрите, он не является человеком, который легитимен для международных политических институтов. То есть нету президента Беларуси Лукашенко. Нет. Ну мы же с вами прекрасно понимаем, де-факто, безусловно, он контролирует территорию. Точно так же, как на сегодняшний день нету президента Российской Федерации. Де-факто есть человек, контролирующий территорию, армию, ресурс и так далее. Он является узурпатором, ну или в данном случае диктатором, ну как угодно называйте его и так далее. Вот Лукашенко для глобального политического процесса отсутствует как легитимный субъект политического процесса. Его нету. Есть персонаж, да, дивный персонаж, 30-летней давности, ну или там выдержки, или как это сказать, 30-летний, старая меха уже там в полном смысле этого слова и так далее. Но он является не субъектным. То есть, грубо говоря, он является сателлитом преступного режима Путина, не более того. И, соответственно, его толик ответственности, безусловно, будет, и эта толика ответственности будет реализована в момент осуждения Путина. Это безусловно. Но он, еще раз, Лукашенко, не выездной, ни с кем не имеет никаких отношений. Он только может, да, 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 надутый такой чемоданчик старых чей. Но венгер приезжал же, Сияр, вот видите, венгер приезжал. Ну, смотрите, давайте по Венгрии. Венгрия занимается своей национальной политикой. Она мне очень, я сейчас сарказмом скажу, нравится, потому что вы находитесь внутри Европейского Союза, где есть определенные правила, определенные перспективы. И вы как бы идете, знаете, баба-яга против, да, то есть вы идете против этих правил, против этих перспектив. Имеете ли право в рамках демократического сообщества, конечно, вы можете самостоятельно определять свою политику. Для меня здесь симпатично что? Что ты делаешь ставку на ретроградов, на тех, кто действительно не принесут тебе никакого там дивиденда в будущем. Стратегически невыгодно делать ставку на таких, как Лукашенко или там Путин, да. Ну, это нонсенс. Это все тупиковые ветви развития. Ну, Венгрия хочет получить в этой ситуации какие-то свои дивиденды. Наверное, их получает, имеет право, имеет право. Ну, он курицу, про курицу он говорил в основном. Ему про войну, Сияр. У него другие цели были. А Сияр говорит, ну мы ж курицу вам тут это поставляли нормально, что вы. То есть там вот на таком уровне. То есть его как бы пытаются... А вы серьезно ждете от Лукашенко какого-то внятного диалога всегда? Не-не-не, так это Лукашенко про войну начал говорить. Ну, в смысле министр страны дел. Венгрия же понимает, о чем можно говорить с таким персонажем. Ну, как Лукашенко, да. Про курицу, да. А Сияр говорит, мы вам курицу. Что вы еще от нас хотите? Мы же вот тут хорошо. Главное, что про топинамбур не говорили, да? Про кощуры. Возможно, за закрытыми дверями нам не доложили. Рапс, Люпин, Горох. Ладно, боксик. Интересно еще вот что. То, что они сейчас там пыжатся. Вот Путин прилетал в Беларусь. Учения эти ядерные, все такое. И прямо заговорили, заговорили. Ну, у меня такое ощущение, что они вбросили в повестку открытие второго фронта. Ну, давайте так условно это назовем. Из Беларуси. Опять. Вот из Беларуси. Это ИПСО или что это такое? Конечно, конечно. Мы это второй фронт уже слышим, ну, наверное, раз там 15-й. О втором фронте, о том, что с севера есть угроза. Смотрите, ну, давайте здесь четко зафиксируем. На мой взгляд, Лукашенко искренне мог зайти в действие. Не в слова, не в пиар, а в действие. Где-то порядка 3-4-5 дней начала вторжения. Да, вот первые 5 дней. Ну, неделю, ну, 2 недели максимум. После этого он осознал, что все идет совершенно не в той Блицкриговой тактике, которую ему там обещали в России. Ну, то есть, или рассказывали в России. И, конечно, он детали вторжения в полном объеме не знал. Ну, никто же не будет ставить мелкому исполнителю, там, клерку, доводить до сведения детали будущих спецопераций, да, и так далее. Но вот в первые 2 недели, насколько я понимаю, его психотип, он готов был бы в это залезть. Несмотря на то, что все-таки у него там не очень качественная, конечно, и военная подготовка у армии, и, соответственно, и спецназ у него только по диссидентам может работать, ну, против оппозиции белорусской. Ну, как все, мы же видели, то же самое в России есть. По женщинам, да, в основном. Да, безусловно, силовой вертикали же там нету. На самом деле, вы же помните, да, год назад ровно, как в момент похода на Москву вагнеровцев, как себя проявила силовая вертикаль. Вот то же самое мы увидим все в России. То есть армия пока воюет, воюет, но как только тактические поражения, как только они начинают бежать обратно в Россию, то вы увидите, что будет происходить в России, и все скажут, как ел, и так оказалось же ничего нету. То же самое в Беларуси. Поэтому потом это все использовалось только, вот в сияме до угрозы Севера, использовалось только в качестве информационного такого пропагандистского давления, что мы со своей стороны делаем. Ну, безусловно, разведка активно все это отслеживает, не только наша разведка, но и разведка там стран-партнеров наших, радиолокационная разведка, космическая разведка, смотрит там все эти передвижения, как эти базы используются. Поэтому все это как открытый лист. Дальше изменена, скажем, линия, ну такая превентивная линия обороны вдоль границы нашей, там Черниговская область, вы знаете, там Житомирская частично, Ровенская, Волынская области и так далее. Все это контролируется, и все это в полном объеме отслеживается. И, честно говоря, ну а какой ресурс располагает, каким ресурсом располагает Беларусь? Смотрите, на самом деле на оккупированных территориях, вот на данный момент, чтобы было понятно, российских войск, несмотря на большие потери, находится порядка 500 тысяч. Это имеется в виду концентрировано по всей линии фронта, 1300 километров, чуть меньше, ну примерно 1300 километров, с учетом Северо-Харьковской области. И вот это все 500 тысяч человек. Ну в Беларуси даже близко, несопоставимо, нету такое количество, которое было бы значимым при такой интенсивности и таком масштабе войны. То есть, ну сколько выставит Беларусь? 15, 20, 30 тысяч? Ну, честно говоря, наверное, Путину полезно было бы залить кровью еще и Беларусь, потому что можно было бы всегда сказать, не только ж мы кровь тут льем, вот еще вот есть страна и так далее. У них и так есть союзные отношения. Смотрите, это как был бы классический такой куб, пивничная, извините, Северная Корея, Иран, Россия и Беларусь. Ну Беларусь, мне кажется, намного умнее. Давайте я тут свою уже личную оценку скажу. Я на самом деле иначе смотрю на Беларусь, чем на Россию. Я считаю, что при всех там похожестях они различны, полностью различны. Беларусь гораздо ближе к осознанию, что европейский путь это более перспективный путь. Да, Беларусь пассивна. Ну 30 лет у вас один и тот же персонаж с дивным представлением о современной жизни, имеется в виду Лукашенко. Но тем не менее. И Беларусь, конечно же, не воспринимает войну так, как ее воспринимает подавляющее большинство населения Российской Федерации. Они все время реализуют свой комплекс вот этого превосходства, пытаются, будучи нищими, убогими, они все время пытаются доказать, что мы-то, может, и убогие, но мы вас можем поставить на колени. Беларусь – это страна комфортного плана. Каком плане? То есть она точно готова к сотрудничеству, она не хочет не реализовать никакие свои там превосходства и так далее. И, соответственно, как только начнутся процессы, необратимые процессы трансформации России, Беларусь очень быстро окажется гораздо ближе к интеграции в единое европейское политическое и экономическое пространство, чем... Ну, Россия там никогда не окажется, но тем не менее. Да, ну вот вы сказали про эти 15-20-30 тысяч беларусских солдат, я хотел сразу вмешаться и сказать, что из которых половина может винтовки-то повернуть в другую сторону, а если не повернуть, то уж как минимум... Ну, хорошо, в окопах посидим поплевывая, но не... А я добавлю... Знаете, что добавлю? Вот есть неплохой для меня пример, это Пол Калиновского, там хорошие ребята, беларусы, и на Майдане в 2014 году было много беларусов, которые точно понимают, что такое свобода и какую цену свобода всегда требует с общества. И сейчас Пол Калиновского демонстрирует четкое понимание, что за свободу она не дается просто так, я не бросаю тебе под ноги, ты за нее должен заплатить определенную цену. И для меня это четкий показатель, кто есть кто. Опять же, есть элита, я сейчас сарказмом всегда говорю, элита лукашенковского типа, вы же видите этих интеллектуалов, посмотрите на их лица, как они разговаривают, риторику, уровень знаний, уровень компетенции. Ну и сам Лукашенко, конечно, достойный персонаж в этом плане. Поэтому я, честно говоря, вижу немножко ситуацию следующим образом. Беларусь, несомненно, не является, вот смотрите, не является частью русского мира и никогда не являлась. Да, медленное осознание внутренней самостоятельности и самоценности и самоценности медленная. Хотелось бы быстрее. Например, в Украине это быстрее происходит. Только Украина долгое время, к сожалению, тоже не предпринимала все действия. Это одна из причин этой войны по отделению от России. То есть там полноценная граница, полноценный разрыв информационных коммуникаций и так далее. Ну, по крайней мере, когда распался Советский Союз. Беларусь медленнее по этому пути идет. Но еще раз, Беларусь никогда не была частью, неотъемлемой частью русского мира. И, соответственно, как только вот это все начнет обрушаться, да, окончательно, то есть смерть СССР 2.0 произойдет, то, соответственно, Беларусь очень быстро уйдет в том направлении, в котором ушли в свое время наши литовские партнеры, эстонские, латвийские, польские и так далее. И Беларусь будет очень комфортной и интегрированной страной в Европейский Союз. У меня в этом нету дорога по сути в родной дом, в Европу, точно так же, как у Украины. Вот, кстати, Грузия, вот это сложнее, да, то есть там как раз народ уже прошел через революции, через осознание стоимости свободы, и тут у вас оказывается русское правительство полностью, знаете, такое мелкие, кусающие, знаете, вот есть такая псина, это Россия, да, которая хочет всех покусать, а есть маленькая шавка, это грузинская мечта, ну, то есть правительство, да, вернее, я не хочу их обидеть, просто я как аналогию, чтобы было понятно. И смотрите, вот народ абсолютно точно, грузинский, это проевропейский, плативший свою цену за все это и так далее, и тут появляется эта маленькая шавка, которая говорит, не-не-не, мы хотим вот тут вот как в лагере жить в российском и так далее. У них своя дорога, но Грузия точно так же неотъемлемая часть общей свободной там Европы и так далее. Да, вот я к зрителям нашим обращаюсь, за что вы так не любите подалека, скажите мне, пожалуйста, вот что, я не понимаю, почему. Что вам не так? Да, ну, очень большой процент людей все напишут, а вот, подаля, да нормально все, пока говорить. Но давайте, вы лайк поставьте на этот раз, а второе, хотелось бы про президента Зеленского. Смотрите, любовь — это субъективная эмоция у людей. И любые эмоции происходят, эмоции, первичные эмоции, это всегда от незнания, от незнания того, кто этот человек, от незнакомства даже с этим человеком. Просто мы живем во времена информационного мусора, то есть когда ты в социальных сетях читаешь отсутствующую информацию, то, что не соответствует действительности, и в какой-то момент ты начинаешь в это сам верить. И потом для того, чтобы не разочароваться, не сказать, что вот смотрите, я не критически к какой-то информации подхожу, потому что тебе лень критически ее осмысливать, то есть лень искать первоисточники, лень понимать, почему это написано. Ты потом не можешь себе признаться, что ты ленивый, не хочешь работу проводить какую-то над собой, тебе проще сказать, он плохой. Почему? Да я не знаю, просто он плохой, потому что. И так далее. Но я вам дам один простой совет. Смотрите, вы сами в себя, когда верите, когда вы знаете, кто вы, что вы, когда вы работаете над собой и так далее, тогда вам будет безразлична эмоционально несправедливая оценка окружающей среды, потому что все всегда получает в свое время правильные объективные оценки. Вот и я сейчас получил, значит, после того, как я спросил здесь, за что вы не любите Михаила Подоляка, мне ответили, это ты болван, а Подоляк норм и хороший. То есть, вот как вы говорите. Тоже не надо реагировать. Получи. Получил оценку. это как бы вообще нормально. Смотрите, я просто хочу, чтобы было понятно, если человек приходит в какую-то публичность, переходит в какую-то публичность, вот вы, вы публичный человек, в какой-то степени, не гигантский публичный, но вы в любом случае уже публичный, то вы не можете нравиться всем или не нравиться всем. Кто-то, кому-то вы симпатичны, кому-то нет. Это объективно. Я это прекрасно понимаю. Да, и чем более вы будете публичны, и чем более вы будете логичны в своем проявлении публичности, то есть, когда вы будете придерживаться точки зрения, будете ее аргументировать, то многих людей это иногда раздражает. Почему? Потому что время, клиповое время, когда нужно просто хайповать, а не быть очень логичным. Людям не нравится логика, потому что, еще раз, логика, которую вы будете демонстрировать, она заставляет людей тоже усомниться в то, что для них является непреложным. Ну, то есть, смотрите, ну вы логически, четко объясняете. Это правильно, это неправильно. А человек привык эмоционально воспринимать информацию по-другому. Это мне нравится, это не нравится. И когда его тыкают носом в то, что так не работает, а нужно все-таки искать причинно-следственные связи, человек замыкается в себе и считает не себя в чем-то виновным, а вас. И это нормально для публичных, мы как психотерапевты. Вот все публичные люди это психотерапевты. Наша задача всегда спокойно говорить о важных вещах и при этом выслушивать там тонны эмоционального либо позитива, либо негатива. Да, да, откуда, кстати, ноги растут в случае, когда мы говорим с вами, например, или вот есть еще у нас такой персонаж Матвей Юрьевич Гонопольский. Слыхали такого, да? Да, конечно. Матвей Юрьевич, когда приходит к нам в эфир, он, значит, говорит, что ну, вот Лукашенко, вот при нем белорусские войска не вступили на территорию Украины. Так или нет? Он задает вопрос, так или нет? Мы говорим, да. Он говорит, я не хочу его хвалить там или ругать, но это медицинский факт, он говорит. Это исторический факт. Это исторический факт. Не вступили, нога белорусского солдата не была на территории Украины. Не была, не была, все. И тут же, знаете, зрители, все травмированы 20-м годом и вообще, и все, а, вот так, гонопольский, негодяй. Не, но мы же не исключаем другого факта, что, опять же, при историческом факте существования Лукашенко при власти, украинские войска через Беларусь вошли в Украину. Есть такой факт? Русские, российские войска, да. Есть. Есть. Понятно, Ну, в общем, короче, такая первая реакция, что вот, типа, ну, как ты можешь такое вообще говорить про Лукашенко, если... Я по-другому. Давайте, вы абсолютно правильно. Хорошая постановка, и господин Гонопольский имеет право на субъективное восприятие, он прав, может быть, в нем не прав, это его интерпретации. Я по-другому оцениваю Лукашенко. Лукашенко, безусловное зло, и смотрите, и тут люди, которые говорят о 20-м годе, да, они абсолютно правы. Смотрите, он просто убивал, разрушал целые семьи, жизни молодых ребят, многие исчезли, многие там в тюрьмах, покалечены, и так далее. И продолжает это делать. Здесь нету никакой другой интерпретации, кроме злобности, которую демонстрирует Лукашенко. Мало того, что он узурпатор, ну 30 лет, смотрите, неконкурентная политика, отсутствие обновления, как такового, максимально выхолощенная элита. Это абсолютно марудные, я прошу прощения за это слово, люди, которые неинтеллектуально пустые, пустотелые просто. Это сосуды, которые уже иссохлись и ничего не генерируют. То есть Беларусь, вместо того, чтобы двигаться прогрессивно, развиваться, быть конкурентной страной, иметь свои компетенции на глобальном рынке, она просто высыхает, как страна, на нее не обращают внимания. То есть она не субъект глобального политического или даже хотя бы восточноевропейского плана. Это плохо. Но и при этом еще и он, как паучара, ну такой мерзкий, забирает много крови, молодой крови, он ее выпивает. То есть он дает возможность реализовывать себя людям, которые недостойны даже просто на них посмотреть. Вот посмотрите еще раз на элиту. И в то же время он убирает людей, которые имеют высокую, потенциально высокую индекс полезности для своей страны. Он их уничтожает. То есть как к нему можно относиться? Как к максимально мерзкому персонажу, исторически тупиковому, который собственно убивает перспективы Беларуси. И более того, убивает конкретно, не просто абстрактно, когда мы там слова можем говорить, убивает перспективы страны. Нет, он убивает конкретных людей, граждан Беларуси. А кто такой Лукашенко? Вот чем ценность Лукашенко важнее любого того, кого он посадил в тюрьму? Да ничем. Он наоборот ничтожен по сравнению с ними. Вот так нужно его оценивать. То есть безусловно, он является крайне негативным, он не исторический персонаж, слишком мелкий для исторического персонажа, но крайне негативным персонажем политической плоскости в 21 веке. Давайте все-таки впереди швейцарский этот, швейцарская конференция, и Макрон сказал, я буду. Ну, во всяком случае, да, из прессы это явствует. Дальше. Президент Зеленский летит в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия это, ну, такой вот, все-таки, это не Франция, не Великобритания, не США, да, хотя игрок довольно мощный. Вот Зеленский летит, разговаривает в Саудовскую Аравию. Чего вы ждете от этой конференции? И можно ли, можно ли надеяться, что все-таки там будут, ну, даже те страны, которые сегодня еще колебаются, ехать, не ехать, или кого отправлять? Китай, например, Бразилия, Индия, вот такие ребята. Давайте, ну, во-первых, еще две недели есть для того, чтобы проводить переговоры, дождемся, тут уже 15-16 число, и будет видно и количество стран, и я немножко выйду в другую сторону, не будем говорить о том, что там будет рассматриваться, это понятно, повестку мы еще не раз можем обсудить, я на это смотрю иначе. Смотрите, у нас не работают международные институты в целом, у нас международное право не работает, у нас правил по сути нет, но у нас есть страны, которые говорят, а мы хотим быть лидерами, неважно формально, неформально, мы хотим быть лидерами, Китай, Соединенные Штаты, Германия, допустим, да та же Франция, мы хотим играть там доминирующую роль как раз таки определить те правила и определить институты, которые будут следить, чтобы вы правила не нарушали, можно их назвать международное право, можно еще как-то угодно и так далее. И вот смотрите, вот вам говорят, вот это все разрушено, война показывает, да, в Украине, что это все разрушено, это нужно все пересоздать, и президент Украины говорит, смотрите, вот есть площадка, давайте начнем обсуждать, как мы это все пересоздаем, потому что ничего не работает, правил нету, и страны, которые претендуют на лидер, согрят, смотрите, а мы не знаем, приедем или не приедем. Я сейчас абстрактно еще раз, переговоры идут. Это что значит? Это значит, что вы отказываетесь, по сути, де-факто от глобального лидерства. Это символические шаги. То есть, да, это не приведет сразу к остановке войны, понятно, но это будет обсуждение, как, собственно, мир должен регулироваться, то есть, как нужно принуждать или не принуждать людей, ну или там лидеров других стран, которые хотят разрушать международное право, как их принуждать этого не делать. То есть, грубо говоря, этот саммит должен показать, вот есть проблемы, вот есть способы их решения, неважно эффективные или неэффективные, давайте обсуждать. И вот есть страны, которые претендуют на лидерскую функцию. Ну для меня загадочно, если страна, которая претендует на лидерскую функцию, не хочет приехать и подтвердить свое лидерство. Да, мы лидеры, да, мы хотим правила, да, мы готовы обсудить инструменты принуждения, да, мы считаем, что любая страна, которую будет нарушать, должна платить здесь и сейчас. Это, кстати, еще один важный исторический момент. Я почему считаю, что Россия должна обязательно проиграть и заплатить сразу большую цену за агрессию как таковую, потому что это резко стабилизирует глобальное пространство, да, то есть скажут, смотрите, пришел с войной, получил большие проблемы. И тогда другие страны, там, с такими же подобными российским амбициями, прийти куда-то кого-то порезать, да, немножко и так далее, они резко упадут в своих амбициях, то есть они начнут более аккуратно смотреть по сторонам. Да, они не исправятся, конечно, но они будут трусливо смотреть на современные миры. Это уже будет большое, скажем так, подспорье, чтобы у нас с вами было гарантированное будущее. Поэтому, на мой взгляд, саммит в Швейцарии это про гарантированное или негарантированное будущее. Ну, как-то есть же еще и саммит, как раз в Саудской Аравии, Аравии по осени, да, тоже же обсуждается. Смотрите, обсуждается, не обсуждается, давайте пошагово. Ну, война же, она нелинейная, она все время дает новые поводы. Вот сейчас инициативу пытается реализовать Россия, инициатива образовалась из-за непаритетности ресурсов, то есть Украина медленно получала, ну, и постепенно нарастал дефицит, у России быстро ресурсы приходили из той же Северной Кореи, сейчас она пытается реализовать, у нее не получится и не получается, безусловно. Дальше будем смотреть, как будут происходить события по линии фронта. Плюс саммит в Швейцарии, плюс саммит, соответствующий НАТО в Вашингтоне, плюс другие действия, касающиеся переговорных процессов между Украиной и Европейским Союзом, между Украиной и, скажем так, отдельными странами в рамках гарантии безопасности, а это поставки совершенно других объемов оружия и так далее. А потом будут следующие шаги, поэтому условный саммит в Саудовской Аравии, условный, подчеркиваю, о котором пока только анонимные источники говорят, это, как это, история далекого будущего. В войне очень все быстро меняется, день, два, три, неделя, и ситуация кардинально может измениться. По России, я бы тут немножко подытожил, чтобы было понятно. Но смотрите, Россия не та сильная страна, о которой долгое время думали. Да, это монстр, безусловно, ресурсный монстр и так далее, которому не жалко пожирать собственных детей в большом количестве. Я имею в виду граждан Российской Федерации во внутреннем ГУЛАГе, и отправлять их на бойни куда-то, им это безразлично. Но тем не менее, это не сильная страна. Это страна со слабой инфраструктурой, со слабыми компетенциями, с нетехнологической экономикой, нетехнологичной экономикой, невысокотехнологичной экономикой. Это страна, которая, в принципе, больше продавала искусственного страха, фейков, информационных, пропагандистских фейков, чем, собственно, внутреннего содержания. И поэтому с ней можно воевать, ее можно принудить исполнять те или иные нормативы международного права, но для этого нужно окончательно выйти из стереотипа, стереотипных представлений о России. И тогда, соответственно, смотрите, обрушение России, революция в самой России, трансформация в самой России приведет за собой сразу целый ряд изменений в глобальном пространстве, в Беларуси в том числе. Беларусь не будет Лукашенковской однозначно, и это прекрасно понимает сам Лукашенко. Михаил, а вот мы все вокруг, 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 а что внутри, что на фронте, что с американской помощью? Да, тут все так обрадовались. Война на фронте, большая война, на той же интенсивности вообще не снижается. Порядка 80-110 прямых боестолкновений. Основные направления Запорожская, Донецкая, Луганская и Северхарьковская. Но на Севере Харькове все застопорилось. Россия продвинулась на расстоянии от 3,5 до 9, 10 километров в глубину. Опять же, пользуясь тем, что артиллерия, например, или РСЗО стоят на территории России. Это как раз то, что я вначале говорил, это одна из ключевых дискуссий. Можно ли все это уничтожать в Белгородской, Курской, Брянской областях. Это не то, что можно, а нужно это делать и так далее. То есть интенсивность большая, оружие постепенно приходит. Что такое оружие, когда вы спрашиваете, давайте здесь правильно расставим акценты. Это прежде всего снаряды и ракеты, ракеты к системам тем же РСЗО, это дополнительные дроны, это дополнительная амуниция и так далее. Потому что, например, на мой взгляд, существенное изменение по линии фронта мы можем получить, когда будет в полном объеме поставлен авиационный компонент. Потому что один из главных аргументов в России, который позволяет ей все-таки продвигаться на 100 метров в определенных направлениях, но потом обратно их отбрасывают ценой неимоверных усилий, это управляемые авиационные бомбы. Чтобы вы понимали, это немножко другое оружие, это многотонное, начиненное полторы тонны плюс взрывчатого вещества. Она управляемая, то есть можно целенаправленно бросать туда, куда нужно. Вот, кстати, гипермаркет в Харькове был целенаправленно уничтожен, то есть туда отправлялось. И удлиненное плечо поражения 50-70 километров. И, соответственно, это все можно убирать только имея истребители-перехватчики. И вот когда это на фронте плюс фронтовые ПВО, когда совершенно по-другому будет работать система противоракетной обороны, это дополнительные самты или дополнительные патриоты, которые работают по баллистике прежде всего, ну тогда у России ключевых аргументов в этой войне не будет. То есть это единственное то, что осталось. Еще раз, атака ракетами по всей территории Украины и атака, управляемая авиационными бомбами по линии фронта. Их за последние три месяца использовано более 10 тысяч. То есть это, вы себе представьте, 10 тысяч по полторы тонны умножьте общее количество взрывчатого вещества, которое ушло на головы нашим оборонительным порядкам. Вот это все нужно будет решить. И, конечно же, какие-то решения будут сейчас, они уже есть. То есть поставки оружия в другом объеме. А какие-то решения более пролонгированные и более стратегически важные. Еще раз, это поставка тех же самолетов, минимально это 60, о чем было договорено, там 65-68. А оптимально, президент Украины об этом говорит, это порядка 110-130 самолетов, но для того, чтобы всю линию фронта при ее ширине закрыть. Ну и дополнительные системы ПРО. Когда это все будет, а, ну и не забываем, дальнобойные ракеты. Вот смотрите, когда мы говорим, кстати, это маленький нюанс, не все понимают. У нас есть свои дроны дальнобойные и свои ракеты дальнобойные. Они позволяют нам там разрушать инфраструктуру на большом расстоянии, там 500-700 тысяч километров от линии фронта. Это то, что произведено Украиной, но это маленькое количество. Вот когда мы говорим о разрушении инфраструктуры войны в приграничных территориях России, мы говорим о масштабном ракетных ударах, да, потому что там, например, три ракеты, они не решают ничего. Да, они позволят уничтожить нефтетерминал там или нефтеперерабатывающий завод, но они не позволят уничтожить место, где сконцентрирована артиллерия или там аэродром с тактической авиацией России. Последний вопрос, последняя тема, знаете, просто... Мы не можем это не затронуть, отпустить вас просто так. Чтобы вы улыбнулись напоследок, да, пожалуйста. Прилетел в Беларусь, ну вот это вся знать прилетала, когда прилетел самолет с Януковичем, говорят. Потом прилетел самолет с Бохнем Скадыровым, он, там, говорят, что в Беларуси самая короткая очередь на трансплантацию почки, тем более он уже улетел, но это действительно так, факт. Ну вот Янукович, да. То ли он был в самолете, то ли его не было. Что это за история? По Кадырову неинтересно, потому что там то некроз поджелудочный, то частичное выпадение печени, я не знаю, там уже... То некроз, то некроз, это футболист. Я же говорю на смерть. Гломировала филы или гломировала нефриты, да, и так далее. Бог с ним, здоровья, пусть там занимается. Я не знаю, насколько это эффективно, это мало интересно. Что касается Януковича, я, знаете, я не очень большой сторонник анекдотов с конспирологическим дном, но Янукович это анекдотический персонаж. Ну это просто анекдот ходячий, да. То есть никакого значения, что куда там летает. Я не знаю, что такое самолет, правда, Янукович, это вообще нонсенс, да, но тем не менее. Это тот персонаж, который всегда будет мемом для Украины. Это вообще невозможно даже представить, что кто-то в Украине, там, в Серьезе, ух ты, Янукович куда-то прилетел, да. То есть как бы... Но мы помним, что в последний раз он прилетал, опять же, в Гомельскую область, по-моему, 24 февраля, 22 года, где-то вот в самом начале, где-то тогда было. Не имеет значения. Смотрите, еще раз, я тут хочу, чтобы мы... Да, это прикольно вот так анекдот обсудить, да, мне это нравится тоже иногда, но тем не менее. Давайте я зафиксирую. Смотрите, у нас война с Россией. Все, что делает Россия, там, что-то она куда-то кого-то привозит, с кем-то что-то обсуждает, Россия не влияет на внутреннюю и внешнюю политику Украины и уже не будет никогда влиять. То есть она для нас ничто. Вот все заявления Путина ничто. Он, ну, смотрите, это левый какой-то персонаж, что-то там, знаешь, пыжится, стоит, пыжится, что-то рассказывает. Это не имеет никакого значения. Лукашенко вообще не имеет никакого значения, что они говорят. И уж тем более, если вот эти два отсутствующих в легитимном политическом глобальном пространстве персонажа, Путин и Лукашенко, они могут там, безусловно, я прошу прощения, сейчас красивое слово скажу, набухаться вместе. Привести третьего, потому что скучно двоим, да, вот Януковича, троем набухаться. Это вообще не имеет никакого значения. Это три отсутствующих для украинской или там восточноевропейской или европейской политики персонажа. Да, к сожалению, война заставляет нас еще видеть Путина. Но это, знаете, это как вы смотрите уже на, там, я не знаю, на персонажа, которого нету исторически. Я про Януковича в данном случае. Ну, то есть, как бы упоминать его, его присутствие где-то, я не знаю зачем. Он, наверное, там живет, тихонечко кусочек сала съел и думает, главное, не трогайте меня. Я уже, вот, уже, вот, там, читать, я думаю, он не умеет, безусловно, он писать, скорее, только умеет книги, да. Но, тем не менее. Поэтому забудьте эту фамилию, она ни на что не влияет и никогда уже не взлетающая никуда. Субтитры создавал DimaTorzok